Партнер программы ООО «Специализированная северо-западная газовая компания». Илья Борисович, прежде всего вопрос такой, а вообще выгодно или не выгодно устанавливать газовые счетчики? Вот этот вопрос волнует очень многих. Ну, на сегодняшний день, как мы видим, что ценовая политика изменилась достаточно. Кстати, из-за того, что наконец-то началась добросоверность саказкурицы на этом рынке. То есть на сегодняшний день это не то, что выгодно, это очень выгодно. Потому что цена за установку составляет не более 2700 рублей, включая сам счетчик. И поэтому, извините меня, окупаемость идет менее чем за два года. А учитывая то, что счетчик ставится на 12 лет минимум, так что 10 лет это фактически экономия, это очень выгодно. Вот вы сказали, конкуренция большая и конкуренция есть. А вообще как выбрать фирму, которая будет устанавливать газовый счетчик? Потому что, ну, честно говоря, не все следующие в этой теме. Вот, организация должна заключать договор на обслуживание как внутридомового, так и внутриквартирного газового оборудования. То есть не только сама установка счетчика. Вы должны, то есть она должна предоставить документы соответствующие на реконструкцию газопроводов, если вам это надо. И вплоть до его строительства. Я, Борисович, ну, предлагаю перейти к вопросам, которые прислали телезрители. И первый вопрос звучит так. Во многих роликах можно услышать о каком-то соглашении, которое должны заключать газовые фирмы. Правда ли, что если у фирмы такого соглашения нет, то пломбировка счетчика, установленного такой фирмой, будет для абонента платной? Нет, конечно. Потому что 549-е постановление правительства Российской Федерации, у нас никто не отменял, оно действует. А там черным по белому написано, подача заявки на пломбировку, поставщик газа обязан в течение 5 дней выехать и зарегистрировать счетчик бесплатно для абонента. То есть, а касаемо соглашений каких-то, вы знаете, это вот как раз больше однодневки страдают вот какими-то соглашениями. Я не раз слышал из многих городов, то есть для чего это делается, вот именно с организациями местными. Вот, если они расписываются в собственной компетентности, то есть они не могут быть полноценными участниками газового рынка, и их принуждают какие-то соглашения с кем-то заключать, ну тогда вопрос уже должен быть непосредственно у клиентов. То есть, с кем вы имеете дело? Если человек не может, допустим, руководство, да, то есть руководитель обеспечить нормальную, независимую работу своей организации, я считаю, что с ней вообще тогда работать не надо. Так что вот это соглашение, оно не плюс делает организации, а наоборот минус. То есть люди расписываются в собственной просто-напросто некомпетентности в каких-то вопросах. Вот и все, это вот мое мнение. Потому что организация, которая самостоятельно ведет самостоятельную политику, зачем ей с кем-то подписывать какие-то соглашения? И для чего? Следующий вопрос. Я установила счетчик еще в декабре. До сих пор ко мне никто не пришел пломбировать счетчик. Внимательно осмотрев документы, оставленные фирмой и установщиком, я выяснила, что фирма в Череповце не зарегистрирована, хотя в рекламе говорилось, что фирма Череповецкая. Что мне теперь делать? Такой тоже сложный вопрос. Да нет, там в принципе ничего сложного, потому что, видите, по законодательству, вот сюда приезжают иногородки, как я уже говорил, они, я не знаю, регистрируют или не регистрируют обособленные подразделения. Ну, это так называемый филиал фирмы. Вот. И иногда они, конечно, по закону им не возбраняется назвать его любым другим названием. Но они, как правило, допустим, какие там строительные компании, которые зарегистрированы в другом городе совершенно, они почему-то называются там газовыми службами Череповец, там, они все, вот как под копирку. Я знаю, какой организации... Такое можно законнообразовать? Да, то есть там не возбраняется назвать. Ну, это уже, конечно, отчасти это вводит в заблуждение, конечно, непосредственно абоненты и клиенты. Но с точки зрения закона это ведь не возбраняется, и поэтому просто вот пользуйтесь такими брешами и работайте. Я говорю, я знаю, о какой фирме речь идет. В принципе, написать заявление, если там есть акт выполненных работ, приложить. И в течение пяти дней, конечно, поставщик газа все равно должен выехать и опломбировать. И если, конечно, счетчик поставлен без нарушений, потому что вот организация, вот я не помню, она уже уехала где-то, на самом деле, месяца два тому назад. То ли она из Москвы, то ли из Санкт-Петербурга, я не помню. Но вот она как раз грешила тем, что ставила счетчики против технических условий, которые рекомендует завод. И поэтому Газпром-то, он оказывался их брать на баланс. Понимаете, в чем дело? То есть они установили с нарушением технических условий. Естественно, Газпрому не видят в эксплуатации. Так что может быть как раз вот здесь случай такой, что счетчик установлен с нарушениями, и поэтому Газпром не хочет брать на баланс. А переустановку, они, естественно, запросили еще одну сумму за переустановку. То есть тут надо разбираться. Но если счетчик установлен нормально, без нарушений, тогда никаких проблем нет. Илья Борисович, можно я все-таки уточню? Вот вы сказали написать заявление, и там в течение пяти дней. Кому писать заявление? Что писать в этом заявлении? Это же важный вопрос. Поставщику Газа писать заявление. То есть не в прокуратуру никуда? Нет, сначала поставщику Газа. То есть тут надо тоже единственное, смотрите, желательно, чтобы абонент написал заявление и попросил поставить отметочку о том, что вот такого-то числа заявление принято. Дальше и уже исходит этот пятидневный срок. А есть вообще какой-то механизм, как привлечь эту фирму какой-то, может, ответственности, потому что это наше страдание, мы должны бегать теперь, мучиться? Вы навряд ли его привлечете, потому что... Мы его не найдем. Вы его не найдете. Они уже уехали, понимаете, вот и телефоны выключены. Следующий вопрос. Заключение договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования обязательно. С кем нужно заключать такой договор? А заключать именно с той фирмой, которая работает непосредственно в вашем городе и которая имеет соответствующую документацию и разрешение на вот этот вид деятельности. Так что сейчас, я еще раз говорю, в городе, конкретно в Череповце, у абонента выбор из трех организаций. Цены разные. Качество услуг, кстати, тоже разное. Поэтому он вправе выбирать сам. То есть у нас нет такого, что именно одна фирма какая-то делает. А вот кто не делает и находится на газовом рынке, я еще раз повторяю, вот с ними-то надо быть очень осторожнее. Потому что это получается странно. То есть я вам поставил счетчик, а обслуживание вы делаете в другом месте. Или, допустим, вам нужно реконструкцию газопровода в квартире провести какую-то и вас отправляют опять же в другую организацию. Это равносильно тому, что, наверное, машину хочу купить, а мне говорят, там, двигатель вы купишь в третьем месте, колеса в четвертом. Ну, это несерьезно. Зачем так? Ну, то есть смысла нет, да? Потом вы и переплатите, там уже экономии не будет. Все услуги, когда заказываются в одном месте, это гораздо дешевле. И именно еще подчеркивает сам статус организации. То есть если она предоставляет это все, то есть никуда бегать не надо человеку дополнительно, я думаю, что это прекрасный вариант. Так что пускай абоненты выбирают, сейчас выбор есть. Илья Борисович, ну вот основываясь на вашем опыте, какие часто собственники допускают ошибки в выборе, там, либо компании, либо вообще, когда происходит установка газового оборудования? Ну, когда происходит установка, абоненты никаких ошибок уже не допустить не могут, потому что там вся ответственность возлагается на мастера и на руководство организации, которую они выбрали. Ну, а в ходе выбора, вот я еще раз уже повторюсь, внимательно ознакомиться с документами. То есть, что если, допустим, вот вы в рекламе видели газовую службу Череповец, приходит к вам представитель организации, показывает договор, а стоит печать уже другого города. Стоит на этом, ну, как заострить свое внимание и насторожиться, потому что почему тогда вводится человек в заблуждение? Вы, абонент, должен тогда знать, если это фирма, допустим, там, Москва, Уфа, Санкт-Петербург, там, Нижний Новгород, вы тогда и говорите, что это газовая служба, то есть, чтобы человек знал, с чем, ну, к чему ему быть готовым, а не надо называться какой-то фирмой, где вы работаете, допустим, названием этого города. Это, во-первых, это уже непорядочно. То есть, если только вот такие главные ошибки, то есть, естественно, проверить, если они еще и договор не заключают на обслуживании, если они, кроме как установок, ничего не могут другого сделать, они не полноценные игроки газового рынка. Потому что я вот смотрел сейчас, вот, приходит информация из других городов, сам Газпром уже информирует людей через вот, ну, просто объявления. Они говорят, что вот так и так, посмотрите, во-первых, у этих фирм аварийность повышенная. Ну, нет у них специалистов. Специалист же в любой организации, он должен быть аттестован через Ростехнадзор. И корочки у него, если это слесарь по ремонту обслуживания газового оборудования, это корочки установленные образца Ростехнадзора. Если этого никто ничего представить не может, извините меня, как с этим человеком нужно работать? То есть, вот, и сам Газпром уже в многих городах начинает информировать через листовки. То есть, они прямо списки вывешивают. То есть, вот такие-то организации работают. Ну, это считаю правильно. Потому что в любом случае, потом приходится расхлебывать именно череповским организациям, как я и говорил, так лучше на зародыши это дело прекратить. Потому что, не дай бог, если взрыв или что-то еще, они-то уедут. Возможно, даже документы у многих поддельные. Вот самое-то интересное, этих, но их не проверял. А вот как собственнику-то проверить, поддельно или нет? Как вообще этот документ должен выглядеть? Корочки. Или позвонить куда-то можно и сказать. А вот, знаете, у меня тут сомнения по поводу этой фирмы. Ну, я думаю, что, в принципе, касаемо прямых вот таких консультаций вам никто не даст. Я еще раз говорю, самая такая лакусовая бумажка, это чтобы непосредственно прямо сейчас человек заключил договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, внутридомового. Если фирма отказывается это делать, все. То есть, вот это самый показатель. Если она не может договор заключить, если она не может, допустим, реконструировать газопроводы, обрезать трубы, вот все, с ней работать не надо. Илья Борисович, а кто должен предоставлять материалы? Вот могу ли я, допустим, сама купить счетчик и сказать, вот хочу вот этот? Можете, только если это не будет противоречить техническим условиям. Потому что, да, счетчики разные бывают. И кухоньки маленькие, как мы все видим. Есть счетчики, которые можно устанавливать 5 сантиметров от плиты. Есть счетчики, которые можно устанавливать только 30 сантиметров от плиты. Главное, не ошибитесь. А так, пожалуйста, покупайте. Ну, а вот как заранее узнать, что подойдет ли мне этот счетчик или нет? Померить расстояние от плиты до крана. Без учета самого счетчика. А вот бывает такое, что, допустим, ну, какой-то, может быть, китайский счетчик, какой-то не очень счетчик. И вот, допустим, ваши специалисты, да, придут и скажут, ну, вот мы бы не рекомендовали, а человек настаивает. А потом, бывали ли проблемы какие-нибудь, что какое-то некачественное оборудование оказывалось? Ну, слушайте, понимаете, вот обычно, конечно, в последнее время уже в споры в такие никто не вступает. То есть, если человек сам приобрел, у него же есть чек магазина или товарный чек, печать продавца фирмы, все. И задача организации просто совершить установку. И ответственность она несет уже не за сам товар, а за соединение. Так что, пожалуйста, все, что угодно. А спорить лишний раз с абонентом, ну, как практика показывает, вы знаете, дело, оно неблагородное. На себе дороже увидеть. Ну, просто знаю примеры, когда люди все-таки настаивали на каком-то оборудовании, даже не касаемо газового оборудования, а потом вот говорили, вот меня не предупредили, а я такая несведущая, и вот как так получилось? Ну, вы знаете, когда даже предупреждаешь человека, он все равно не верит. Они вот почему-то всегда считают, что чья-то личная заинтересованность здесь есть, и кто-то хочет продать им товар с накруткой для себя. Вот это самая главная ошибка человека. То есть, ну, в большинстве случаев все просто, конечно, говорить о том, что, ребят, вы его поменяете, потому что он, ну, немножко не соответствует, допустим, информации в нем о заявленной, которая в паспорте. Ну, бывают такие случаи, я не буду сейчас, конечно, антирекламой заниматься, но есть такие счетчики достаточно нехорошие, с которыми ни одна организация работать не будет. Но по ошибке бывает, абоненты покупают. Можно порекомендовать? Главное, чтобы, видите, опять все основывается на доверии. То есть, если человек не верит организации, которую он вызвал, то есть, конечно, там могут быть и мысли плохие, что кто-то хочет его обмануть, там, продать что-то втридорогая. Ну, как правило, ведь, если люди к этому относятся серьезно, к установке, они прошли по магазинам, цену знают, я думаю, что есть чем сравнивать. То есть, конечно, если счетчик стоит, допустим, около там полутора тысяч рублей, вот если вам предлагают купить за три, это, естественно, повод насторожиться, а если там тысяча, там, девятьсот, тысяча девятьсот пятьдесят, вы знаете, это не повод. Много вы сегодня сказали о том, как не ошибиться в выборе фирмы, но все-таки с чего начать? Вот я собираюсь устанавливать газовое оборудование, куда мне бежать? Газеты, не знаю, интернет, соседи? Ну, слушайте, самое хорошее, как практика пока, это, конечно, сарафанное радио, это соседи. Ну, а так, анализируйте информацию, смотрите. Я думаю, что вот я и достаточно сегодня уже рассказал, как фирму выбрать. То есть, задавайте на водащие вопросы, спрашивайте, вот, потому что иначе никак не определить. Именно только так. Илья Борисович, спасибо, что пришли к нам в студию, все подробно рассказали, ответили на вопросы наших телезрителей. Ну, а я напоминаю, сегодня у нас в гостях был генеральный директор специализированной северо-западной газовой компании Илья Воробьев. Это была программа «Серьезный разговор». До встречи. Установка газового счетчика и длительный срок службы прибора позволяют потребителю значительно сократить расходы на оплату газовых счетов. Специализированная северо-западная газовая компания предлагает череповчанам сразу весь комплекс услуг. Вчера я позвонил северо-западную газовую компанию. Сегодня утром они в 9 часов пришли. В 10 часов счетчик был уже поставлен. Не надо покупать счетчика, не надо шлангов. Пришли они все со своим. Не надо ходить по магазинам. Здесь применяются современные технологии, которые позволяют производить все работы без применения сварки, что значительно упрощает и удешевляет процесс установки. В нашей компании работают только высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение не только в Череповце, но и в учебных комбинатах столицы. У них есть все необходимые документы и допуски к выполнению газоопасных работ. Несмотря на сложную ситуацию в экономике страны, специализированная северо-западная газовая компания в новом году провела обещанное снижение цен и сохранила льготы и скидки для пенсионеров и многодетных семей. Заявки на установку газовых счетчиков принимаются по телефону 74-2009.